Мы сегодня снимаем видео, как использовать вот эти вот капсы или, как говорится, крышечки, чтобы случайно образовавшиеся маточники, может быть, вы смотрели эту семью и случайно задавили матку. Или бывает такая ситуация, что по каким-то причинам у вас не встала матки, или вы ее продали, или еще что-то, или убрали. И семья закладывает маточники, свищевые. Как правило, небольшие пасеки не занимаются матковыводством, чтобы выводить. Они часто покупают маток. Но свищевые маточники также имеют хороший вес, говорил Кашковский. И поэтому я практикую свищевые маточники. И матки также практикую на замену. Вот. Роевых у меня почти не бывает. Очень редко. Потому что я часто делаю отводки противороевые методы. То есть теперь я покажу, вот я осматриваю семьи. Желательно, чтобы на каждую семью, если у вас там 10 семей, имелась вот одна клеточка такая и одна клеточка такая. Вот. Они имеют два достоинства. Одна клеточка имеет одно достоинство, другая клеточка имеет другое достоинство. Эта клеточка имеет чуть-чуть другое достоинство. Вот. Ну, мне кажется, что это лучше. Но это тоже работает неплохо. Она работает в лучших вариантах, когда нам надо. Я буду рассказывать в последующих видео. А сейчас покажем, как мы накрываем маточники. И впоследствии покажем, когда выйдут матки через определенное время, как с ними дальше работать. Итак, будем смотреть эту семью. Прыгнили. Сегодня под 30 градусов жары. Семья спокойно сидит. Немножко поднимем, чтобы она немножко метку взяла. Пчела, чтобы нам можно было работать с ними. И будем смотреть сейчас, что здесь у нас есть. В этой семье вывелась матка. Я ее взял и отставил. Подставил рамочку с засевом. И они заложили хорошие маточники. Они чуть-чуть агрессивные. Видно по ним, что они кидаются. Они ожидали маточку, а ее нет. Итак, это мы немножко уберем, чтобы нам было с чем заниматься. Секундочку. Я еще их побрызгаю. Где же моя вода? Притормози. Вышла вода. Ну все, хватит. А сейчас мы их еще немножко побрызгаем. Для них это прекрасный душ. Шаур по-английски говорят. Очень хорошая вещь, потому что жарко. И они все носят воду внутрь. И они очень любят, когда их побрызгают в жару. И меньше дергаются, как говорится. Дым и вода очень на них полезно влияют. Они тогда не так взлетают. Мы используем часто такой вариант, чтобы нам легче было работать. А сейчас посмотрим дальше, что у нас тут такое творится. Вот, это вот мы отодвигаем рамочка с медом. А это рамочка, по-видимому, с маточниками. Сейчас мы посмотрим. Это отводочек был у меня. Ну, в связи для видео это как раз пойдет. Мы посмотрим, что это у нас тут заработало. О-ой-ой, опоздали. Маточники уже разгрызены. Матки уже вышли. Вот, пожалуйста, матка вышла. И вот вышла матка. Вот этот маточник не разгрызен. Они его греют. Поэтому этот маточник мы сейчас постараемся накрыть. И посмотрим другую матку. Вот. Эта клеточка накрывают вместе с пчелами. Для чего они как раз вот так накрываются. И пчелки не вылазят. Ах, придавил. Сюда, 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 с этой стороны. Вот. Если выйдет матка, она будет в безопасности. Ее другая матка не разгрызет. Вот. А здесь вышли матки. Посмотри. Вышли. Это тут вышла матка. А тут пчела чистит. Вот она, вылазь пчела. Чистит. Посмотрим. Да, чуть-чуть опоздали. Так быстро. Хотел накрыть. Столько маточников было. Вот. Ну вот одну попробуем сохранить. Остальные смотрим, где тут. Что у нас. А вот еще есть. Вот еще есть маточники. Матка где-то убежала, видать. Она бегает. Не успела она накрыть. Накроем еще. Вот маточник. Пожалуйста, покажи. Вот он. Вот он маточник свящевой. Это нехороший маточник. Здесь личинка упала. Мы ее уберем. Итак, накроем вот этим вот. Этот имеет свойство. Крышечка. Пчелы проходят туда и сюда. Накрываем. Можно без пчел, можно с пчелами. Всегда, как говорится. И вот так придавливаем до середины. Таким образом этот маточник с сохранностью. Даже если матка будет лазить здесь, она его не разрезет. Смотрим еще. Вот маточник приблизь, пожалуйста. Вот еще маточник. Мы его тоже накроем. Сверху напряжь идет. Можно, видишь, вот блестит. Если можно. Этот маточник мы накроем вот этой крышечкой. Что это дает? Пчелы попали в западню. Они оттуда не вылазят. И это будет длительное время сохраняться. И они могут обогревать маточник в любое время. Вот. То есть она может стоять через 5 дней. Мы ее откроем. Никто их не разрезет. Пчел такой закон пчелины. Кто попал в западню, то есть в клетку, они обязательно этих покормят. И выйдет там матка. Пчелы будут кормить те, которые внутри матку. И сами питаться снаружи будут брать. Как говорится, их будут пчелы кормить. Пчел круговая порука. Они всегда кормят друг друга. Итак, мы накрыли такой клеточкой. Эта клеточка имеет свойство, что пчелы пролазивают. 4 миллиметра. Эта клеточка имеет свойство, что пчелы не пролазивают. Поэтому маточник можно накрывать этой клеточкой в любое время. Если они его обогревают, вы его накрыли, и они будут обогревать. Кормить их будут со стороны. Не надо кормежка. То есть, когда вы осматриваете семью, и вы случайно обнаружили маточники, то вы их быстренько накрыли, и у вас не будет болеть голова. Дни через 5-7 вы имеете право открыть и убедиться, что там, возможно, уже вышла матка. Если матка вышла, то вы уже в дальнейшем будете... Посмотрите, какой расплод. Это рамочка подставная. По центру был засев расплода. Расплод сплошной, хороший, ровненький. Семья потянула хорошо середочку. Матка больше не подсевала. Здесь мы не видим маток. Возможно, что есть еще. Ну, пока мы сделаем вот так. Отодвигаем и ставим внутрь. Глянем сейчас на другую сторону. Глянем другие. Итак, эта семья уже, по-видимому, вышла. Матка одна или две. Маточники не разгрызены. Они должны тут где-то бегать. А вот три мы накрыли. Это будет одна у нас, где пчелы проходят. А две клеточки, где пчелы не проходят, попали в западню. Какая из них лучше, мы проверим. Я проверял. Работает и та, и та клеточка. Но мне больше, безопаснее нравится та, где пчелы не проходят, которые попадают в западню. Чем она мне нравится? Что гарантированно там матка. Никто ее не разрезет. И пчелы не убьют, потому что те, которые все сидят внутри, они беспокоятся. Не вижу я. Не вижу я матки. Посмотрим сейчас на другую. Немножко еще дым. Они злятся что-то чуть-чуть. Летают недовольно. То мы их немножко сейчас еще поддымим. Зайди сюда чуть в стороночку. Они там залетают на тебя. И не хотят, как говорится, в леток лететь. Глянем еще вот здесь. Может, она здесь бегает. Это тоже с печатным расплодом. И маточник снизу торчит. Видишь, еще сбоку. О, вон снизу. Вот маточник. Можешь приблизить. Хороший маточник. Вот он, вот он, вот он, маточник. Вот. Мы его можем тоже накрыть. И вот маточник торчит. Уже пытаются разгрызть сверху. И вот маточник сверху торчит. Это более лучший маточник. Итак, я не вижу маток. Они где-то мы поднимили. Может, сбежали на низ. Но мы накроем. И через несколько дней я буду проверять. Потом снимем видео, когда они вышли. Итак, можем накрыть вот этими. Это лучше. Это попадают пчелы вместе. И они сохраняют. Я так считаю. Но и те работают, где пчелы пролазают. Сколько ты что обычно накрываешь? Ну, сколько попадется. Желательно штук пять, не меньше должно попасться, как говорится. Вот. И... А это вот накрываемо с пчелами. Они проходят. Эта клеточка проходит и вверх, и вниз. И поэтому не играет роли. Вот. Не разрезут? В том-то и дело. Что бывает, разрезают. Вот когда вот эта клеточка разрезают. Но она тоже работает. Хорошо ударила в нос. Все. Закрываем. Злятся. Матки нету? Злятся. Надо подымить в нос. Чтоб запах пропал. Иначе... Кхе-кхе-кхе-кхе. Они потом на этот яд кидаются. И могут ваш нос хорошо покусать. Поэтому мы сейчас их немножко подымим. Чтобы они успокоились. Видите? Не хотят. Не хотят это самое текать. Ну, ничего. Все. Вот так вот, посмотри, колодцы мы оставили. Не страшно. Сейчас лето. Они будут обогревать на некоторое время. Поставили и накрыли. Один вид клеточки накрыли пластиково. Другой вид клеточки железная. И то, и то нужно иметь на пасеке. Расскажу чуть попозже. Сейчас закрою. Для чего. Накрываем. И так. Переходим к следующему этапу. Рассказываю попозже. И так, друзья. Мы вам показали, как ставить эти клеточки на маточники. Насколько это будет видно и хорошо, я не знаю. Но мы пытались снять, чтобы было хорошо видно. Достоинство этих клеточек. Эти клеточки пролазит матка. Годятся. Когда вы хотите ограничить матку плодную. Вы ее накрываете вместе с пчелами. Это бывает осенью. Когда вы не хотите, чтобы она больше сеяла. И задаете корма. Когда вы накрыли этой клеточкой матку. А этой крышечкой. Пчелы свободно кормят матку. Лазят в зиме. Не чувствуют убытка. Потери матки. И не чувствуют себя сиротой. И поэтому через 5-6 дней. Буквально 10 дней. Расплод весь будет запечатанный. И когда вы будете задавать корма. То ли сахар, то ли мед. Добавлять туда. Чтобы в зиму пошло достаточно кормов. Пчелы не погонят этот корм на расплод. И вы будете иметь прекрасное. Хорошо оформленное гнездо в зиму. Эта клеточка. Годится то же самое для накрывания. Но тут 2 миллиметра между этими штырями. А здесь 4 миллиметра. Здесь пролазит пчела. Здесь не пролазит. Эта тоже клеточка годится для сохранения молодых маток. Когда мы накрываем маточник с пчелами. Туда попадают пчелы. И когда матка выйдет. Пчелы имеют возможность все время обогревать. Пчелы, которые попали в семье в беду. У пчел такой пчелиный закон. Что они обязательно кормят. Они обязательно будут кормить пчелок. Которые сидят в этой клеточке. Эти клеточки обязательно будут кормить матку. И матку сохранять. Потому что они ее грели. Обогревали. Ожидали, что она выйдет. И они не имели контакта с другими. Поэтому в таких клеточках матка может у вас сидеть 10-15 дней. И нет проблем. Потом вы можете, как говорится, открыть этот колпачок. Матка выбежит. Матку эту можно струсить в улик. А рамочку с другим колпачком отставить. Или ту рамочку, куда сбежала матка. Вместе с расплодом. Или с медом. Взять и отставить в нуклеус. Чтобы эта маточка могла оплодотвориться. Итак. Это для тех, кто не занимается специальным выводом маток. Это для тех, у которых побочно возникает ситуация. Когда он случайно задавил матку. Или продал. Или еще какой-то. Или отводок сделал. Ну, вот образовались маточники. Ну, жалко, чтобы они пропали. Понакрывал. Это для, как говорится, для подстраховки запасные маточки. Пять, шесть, семь, восемь маточек у вас в запасе. Таких клеточек рекомендую купить на каждую семью. И таких клеточек по одной хотя бы. На каждую семью. И так вы будете всегда иметь успех в развитии своей пасеки. У вас всегда будут в запасе запасные матки. Где купить? Пожалуйста. Снизу страничка под видео. Можете кликнуть туда посмотреть. И там что-то подобное есть. Такие клеточки есть. Если посмотрите, возможно, и такие найдете. Или пчеловодком, магазин в Россию. Он продает обе эти клеточки. То есть, при желании, вы найдете эти клеточки, где захотите. Ну, и под моим видео. Удачи вам. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Будем смотреть следующее видео, когда выйдут матки. Мы покажем. Заснимем этот же улик. Удачи вам. Успеха. Пока.